Да-да, ко мне приехал Xiaomi Redmi Pro, который был лансирован месяц назад. Приехал вот такой белой коробочке. Сзади кратко о спецификациях смартфона, серийные номера и вся остальная ерунда. Коробочка у меня была открыта, так как продавец говорит, что он обязательно открывает все свои продукты, все продукты, которые продает. Боится, что может быть с браком и хочет подставлять покупателей. Сзади, смотрите, у нас пленочки заводские, ничего не снималось никогда, все в детственном чистом виде. Тут тоже матовая такая пленочка, пользоваться ей невозможно, я ее предлагаю снять прямо сразу. Но к этому чутка вернемся попозже, смотрим, что еще. От продавца досталась защитная пленочка, просто пленочка, стоимостью никакой, ничего она вообще не стоит. Внутри под пластикто-бумажным такой кожухом спрятаны бумажки, инструкции, краткое руководство. Внутри там скрепка для открывания лотка для сим-карт. Также здесь разъем USB Type-C, поэтому и кабель такой же, вместе с зарядным устройством под китайскую вилку. В комплекте был, конечно, переходник, поэтому никаких проблем с этим не должно быть. Так, смотрим. У нас тут питание 5 вольт, 2 ампера. Видно, надеюсь, видно. Вот так это все откладываем в сторону. Замечательно, очень здорово. Приходим к нашему аппарату. Сдираем пленочки с поверхности, потому что они нафиг не нужны, пользоваться в них невозможно. Вот таким вот образом. Хочу обратить сразу внимание, тут сканер отпечатка пальцев встроен в кнопку на фронтальной панели. Она физическая, но дело все в том, что вот аппарат находится в спящем режиме, и я не могу его разблокировать, просто прикоснувшись пальцем. Ничего не происходит. Нужно нажимать. Нажали, разблокировалось. Еще раз смотрим. Спящий режим, прикоснулись, ничего не происходит. Нажали, разблокировалось. Ну, понимаете, что я уже немножко его посмотрел, потестил и внес отпечаток пальцев. Итак, у меня версия на 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной памяти. Прошивка самая последняя. Видно вам, не знаю, надеюсь, что видно. MiUI 7.5 пришла буквально 2-3 дня назад. Такая вот оболочка с полностью на английском языке. В настройках есть только китайский язык и больше ничего нет. Поэтому ждем глобальную прошивку, если она, конечно, когда-нибудь будет. Ну и с русским языком, надеюсь. Пленочку сняли. И все равно осталась еще отвратительная наклейка снизу. Зачем это клеит? Ну, мимо не приложу. Тоже стирую ее. Как видите, тут сзади расположены две камеры. Такая вот фишка. Ответ Xiaomi на многочисленные аппараты от Huawei и других брендов. Так что и Xiaomi присоединились к веселью. Решили оснастить свой девайс двумя камерами. В основном обзоре посмотрим, как там, что с ними происходит. Как снимают, качество материалов и так далее. Вот видите, они чуть-чуть... Да нет, не выпирают совершенно, даже слегка утоплены в корпус. Поэтому на этом пока все. Скоро будет полный, большой, огромный обзор с кучей тестовых фотографий и видео. Заходите на канал и заходите на сайт. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok